В этом году памятнику скорбящей матери исполнилось 30 лет. Людмила Казарина, жительница Шушенского. Раньше ходила сюда со своими детьми, теперь приводит внучек. В 1985 году она работала в райисполкоме. И тот знаменательный день открытия помнит очень хорошо. Все Шушенское было здесь на открытии. Из района приехали, из сел. Но действительно памятник по своей красоте я считаю, что самый красивый. Посмотрите, не просто кубик на кубик, а настоящее архитектурное такое сооружение. Мы сначала думали, ну вот эта женщина, вроде бы молодая, скорбящая, такая простоволосая вся. Ну, мы думали, что это родина матери, это творение действительно родины матери. А потом, когда привезли вот эти кубики из мрамора и стали их сооружать, мы не могли сначала понять, что такое. А потом, когда все это сооружение открылось, вы знаете, мы все плакали. Война не обошла стороной и семью Людмилы Федоровны. Но им повезло. Практически все родственники вернулись с фронтов Великой Отечественной живыми. Площадь у памятника скорбящей матери – это традиционное место проведения торжеств в честь Дня Победы. 9 мая здесь особенно празднично. В воздухе витает гордость, радость, бесконечное признание и благодарность советским воинам. Я, например, отношусь к этому памятнику очень трепетно. Прихожу сюда каждое 9 мая, приношу цветы. Даже несмотря на то, что мой дедушка не здешний, он вообще родом из Хакасии, он прошел всю войну с 1941 по 1945 год, имеет ордена и медали. Он прожил долгую жизнь, он похоронен во Владивостоке. Но я сюда, к этому памятнику, иду, вот именно чтобы почтить и память тех людей, которые погибли вообще в годы Великой Отечественной войны, и именно чтобы в какой-то очередной раз поклониться своему горячо любимому деду. Фигура женщины олицетворяет матерей, которые теряли своих сыновей. Более половины шушенцев, ушедших на фронт, погибли. За свою 30-летнюю историю площадь у памятника оскорбящей матери стала любимым местом для всех жителей района. Сюда приезжают молодожены, а призывники перед отъездом на службу возлагают цветы к мемориалу. Савромамедова Мария Парилова, Алексей Кавторов, Руслан Гущин. Новости.